МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Егор Глотов пришел в процесс не под конвоем. Для обвиняемого в убийстве, совершенном группой лиц, это, можно сказать, редчайший случай. Но молодой человек заключил досудебное соглашение и сделал все, чтобы искупить вину. Признался в совершенном преступлении, дал явку с повинной в отношении себя, в отношении иных лиц, которые совершили преступление в отношении потерпевшего. Показал место сокрытия трупа, останков даже трупа. Провел проверку показаний на месте с участием следственной группы. Выдал все известные ему сведения о обстоятельствах совершенного преступления, о мотивах преступления. Кстати, каяться в содеянном оказалось довольно опасно. На протяжении длительного времени обвиняемый получал угрозы и требования изменить показания. У него были все основания бояться. Егор слишком хорошо помнил события октября 2014 года. О вечеринке, которая обернулась кошмаром, мы рассказывали неделю назад. Тогда в Новосибирский областной суд доставили предполагаемых подельников Глотова. Именно они, по версии следствия, заподозрив своего приятеля Романа Зайнулина в изготовлении наркотиков, решили его проучить. 19-летнего Егора же заставили наблюдать. Рома время от времени просил отстать от него, дать ему поспать и дать попить. А в каком состоянии он находился, Рома? Он был в состоянии опьянения? Или как вы думаете? Я думал, что он был страшно напуган. Напуган, да? Да. Далее что происходило? Тяжело попросить. После этого жертвы решили добить, а Глотова взяли в помощники. Предполагаемый соучастник не посмел отказаться. Потерпевшего ударили по голове киянкой, а потом задушили. Тело Зайнулина спрятали поблизости, но затем сочли место ненадежным. Достали из-под земли и увезли в Машковский район, где попытались сжечь и снова закопали. Теперь двоим из троих предполагаемых убийц грозит пожизненное лишение свободы. А вот Егор Глотов может рассчитывать на минимально возможный срок. Анна Скок, Тарас Тарасов, экстренный вызов. К другим темам. Неудачная шутка или попытка посеять панику. В Новосибирске суд начал рассматривать очередное дело о ложном минировании. Молодой человек вызвал настоящий переполох в микрорайоне Родники. Правда, сам он уверяет, что не ожидал подобных последствий. Как известно, экстренные службы реагируют на каждый тревожный сигнал о заложенных взрывных устройствах. Это бьет и по бюджету страны, и по безопасности людей. Ведь силовики, спасатели и врачи вынуждены отвлекаться от выполнения своих прямых обязанностей. В апреле этого года фигуранта, который спровоцировал панику на улице Тюленина, задержали по горячим следам. По версии следствия, Сергей Швецов сказал спешившим на занятия ученикам, что в их школе заложена бомба. Те сразу передали информацию охраннику. А вскоре она дошла и до правоохранителей. Оперативно-дежурная часть отдела полиции Калининской молодой России по городу Новосибирску, получив указанное сообщение, реально восприняло сообщение о готовящемся акте терроризма на правил СОЖ-211 по улице Тюленина, дом 26-31, руководство и следственно-оперативную группу отдела полиции 4 Калининский, а также личный состав главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области. Вместе с полицейскими на место прибыли сотрудники МЧС и бригада скорой помощи. Всех, кто находился в здании, эвакуировали на улицу. Никакого взрывного устройства внутри не нашли. Тем не менее, на протяжении нескольких часов работа учебного заведения была парализована. Швецова обвинили в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Правда, в суде фигурант не согласился с такой квалификацией. Он уверяет, что просто хотел разыграть школьников. Швецов в итоге заявил, что вину признает частично. С мая ранее судимый мужчина находится под стражей. Его дальнейшую судьбу решит Фемида. Согласно действующему законодательству, подсудимому грозит до пяти лет лишения свободы. В Берске спасателям пришлось тушить загоревшийся автоподъемник. Люлька машины задела высоковольтные провода. В 12 часов 10 минут от очевидцев поступило сообщение о горении автомобильного подъемника по улице Кольцова, город Берск. К месту пожара были направлены силы пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия первых подразделений спустя 5 минут было установлено, что произошло возгорание автотранспорта. Водитель погиб на месте. Двоих мужчин, которые находились в люльке, выбросило на землю. Один из них получил сильный удар током, но медики сумели его откачать. Второй травмировался при падении. По нашим данным, в автоподъемнике находились трое берчан, которые не имели опыта ведения высотных работ. Спецавтомобили они одолжили у знакомого, чтобы набрать шишек. По факту ЧП, следственный комитет проводит проверку. И там же в Бердске задержали подозреваемого в поджоге чужого автомобиля. Полицейские выяснили, что толкнуло молодого человека на совершение преступления. Грузовик Митсубиси Кантер, припаркованный в гаражном кооперативе на улице Боровой, загорелся в воскресенье утром. Огонь уничтожил кабину автомобиля, повредил термобудку и кровлю бокса. Когда пожар потушили, кузов машины осмотрели дознаватели МЧС и пришли к однозначному выводу. Произошел поджог. За поиски пиромана взялись оперативники. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения и распространили ориентировку с фотографией предполагаемого злоумышленника. Правоохранителями было установлено, что к совершению преступления причастен ранее несудимый 26-летний местный житель. Мужчина пояснил, что поссорился с подругой и из хулиганских побуждений решил повредить случайно замеченный автомобиль. Гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый признал вину. Уголовное дело возбудили по статье умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога. С фигуранта взяли подписку о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы либо принудительной работы. Машинисты электропоезда признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. За сход вагонов с углем, он ответит, рублем. Инцидент произошел в минувшем мае. В результате небрежного маневра водителя на станции Барабинск столкнулись два грузовых поезда. Четыре вагона получили повреждения. Также пострадала и инфраструктура компании РЖД. Общая сумма ущерба составила более миллиона. Однако взыскивать эти деньги с обвиняемого суд не стал. В ходе расследования уголовного дела фигурант полностью признал свою вину. Его дело рассмотрели в особом порядке и приговорили к штрафу в 20 тысяч рублей. И последнее. В Куйбышеве бывший сотрудник исправительной колонии предстанет перед судом за взятки отсидельцев. Фигуранту инкриминируют сразу пять преступных эпизодов. Следствием установлено, что в период с октября 2020 года по июнь 2021 года обвиняемый, являясь сотрудником отдела по воспитательной работе исправительной колонии, шесть раз получил от отбывающих наказания лиц через посредников взятки в суммах от 8 до 50 тысяч рублей за незаконные действия в их пользу, а именно за приобретение, пронос на территорию режимной зоны учреждения и последующую передачу осужденным мобильных телефонов. Нечистого на руку воспитателя исправительного учреждения взяли с поличным два месяца назад в ходе совместной спецоперации сотрудников полиции, ФСБ и отдела собственной безопасности ГУФСИН. После получения очередного незаконного вознаграждения деньги у задержанного изъяли. В ходе предварительного следствия мздоимец в погонах полностью признал свою вину. Уголовное дело рассмотрит Куйбышевский районный суд. На этом у нас все. Берегите себя и своих родных. А если вы сняли происшествие или преступление, присылайте видео нам. Мы покажем его в эфире. Адрес электронной почты 310-2005 собака от stv.ru В студии работала Мария Никитина. Оставайтесь на нашем канале. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова